Приветствую вас! Я бы хотел, чтобы вы, вот знаете, рассказали бы нам, ну в частности, если решитесь на личную консультацию, то тому, с кем вы будете консультироваться, чтобы вы рассказали как можно более ярко то, что вы получали от взаимодействия с мужчиной. Вот вы жили с человеком 5 лет. У вас за эти 5 лет появился ребёнок совместный, вы что-то там нас жили вместе, какой опыт вы получили и так далее. Я хочу, чтобы вы описали по возможности всё то, что у вас было с мужчиной, всё то, что у вас было с ним, всё то, что вы испытывали при взаимодействии с ним, при общении с ним, при реализации вас как женщины, опять же с ним. Это всё вам нужно сделать. Для чего? Чтобы потом, когда вы вот всё перечислите, когда вы всё расскажете, чтобы после этого можно было понять, как можно лучше, как можно эффективнее, в том числе и вам, что вы потеряли, значит, значит, когда мужчина от вас ушёл. Что вы потеряли, когда он перестал быть с вами? И вот тогда, если ответить на вопрос о том, что вы потеряли, если ответить на вопрос, чего сейчас вам не хватает, и будет понятно, почему вас так трясёт и почему вы так на него реагируете. Два момента есть, которые являются пока достаточно общими при определении причин вашей реакции. Первое. Это неудовлетворяющиеся теперь потребности. Ваши потребности, ваши желания. Соответственно, мужчина для вас на ассоциативном уровне источник удовлетворения этих потребностей. Это первое. Второе. Разрыв с ним ударил по вам, по вашей самооценке, по вашей уверенности в себе, возможно, по ощущению себя как женщин, по тому, как вы воспринимаете свою ценность. Если это так, то это ещё одна причина. Он напоминает вам о том, что вы потерпели неудачу. И самое главное, о чём стоит отдельно поговорить, это то, почему мужчина ненавидит вас, то есть, почему вы не смогли расстаться с ним спокойно и хорошо, и почему вы хотите отомстить женщине, которая его увела, по вашему мнению. То есть, почему вы не принимаете того факта, что мужчина мог сам её выбрать, а если он ненавидит вас, значит, возможно, имеет место быть незавершённые отношения. И тогда, тогда с вами уже нужно работать именно в направлении завершения отношений. То есть, в начале отношений нужно для себя полностью завершить, а потом работать над тем, что я сказал. И вот, собственно, это основные направления, которые можно вам предложить в работе с экспертом, которого вы выберете на нашем ресурсе и которому вы доверите более полную версию своей проблемы. Сейчас вы определённо зависите от него, сейчас на ассоциативном уровне у вас мужчина крепко зашел в контексте ваших желаний, в контексте ваших неудач, и вы через него, возможно, пытаетесь эти неудачи закрыть, бреши залоптать, и чтобы вновь чувствовать себя так, как вы чувствовали себя раньше. Вполне возможно, что здесь имеет место быть эффект замешения, а на женщину, которая его увела, вполне возможно, имеет место быть эффект проекции, но, тем не менее, все это нужно с вами разбирать. Кстати говоря, вы совершенно правильно понимаете, что мельский к чему не приведёт, и уж точно вашего мужчину не вернёт. Нужен личностный рост, нужно как бы развить личностно, нужно прислушиваться больше к себе и понимать, так как истинные причины и мотивы окружающих вас людей, в данном случае молодого человека и его другой девушки, так и свои собственные мотивы, нужно лучше понимать тоже, тогда и подобных ситуаций, и подобных проблем в вашей жизни не будет. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личскую помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok